Трудоустройство у выпускников – это забота общая. Очень важно, чтобы начинающие учителя нашли работу в городских и сельских школах, где необходимы квалифицированные специалисты. Они готовятся в филиале Кубанского государственного университета в Славенске-на-Кубани, где и состоялось совещание с участием руководителей учреждений образований Славенского района. Веселыми песнями и танцами встретили директоров образовательных организаций муниципалитета, участники художественной самодеятельности Славенского филиала Кубанского госуниверситета. Директор филиала университета Ольга Леус рассказала участникам совещания о том, сколько и каких специалистов здесь готовят, а также о программе мероприятия, которая была очень насыщенной. Директора в ходе ознакомительных экскурсий по факультетам узнали много нового о работе высшего учебного заведения. Студенты выпускных и предвыпускных курсов встретились с начальником управления образования Славенского района Еленой Щуровой и директорами школ. Будущие педагоги узнали о наличии вакантных мест в учреждениях отрасли и приоритетах работы в образовании. Ваканты исполнительных совершенно много. Только по математике больше 11 человек мы завтра готовы забрать образовательную организацию. Сегодня здесь присутствуют со мной коллеги, руководители образовательных организаций, у которых такая потребность сложилась. И вы имеете возможность задать вопросы напрямую от директора у крыши, потому что сейчас есть чем порадовать вас. И нас, в частности, государство порадовало и долгие прошлого года по университетам и заработать ваканты. Каждый студент получил памятку о деятельности образовательных организаций и управления образованием. Елена Щурова поделилась личными контактами для решения вопросов по трудоустройству. Разговор получился живой и продуктивный. Студенты задали интересующие их вопросы о работе наставников, по формированию фонда оплаты труда, о мерах социальной поддержки и психологических особенностях работы с детьми. Директора школ рассказали, приводя реальные примеры о работе студентов четвертого курса и молодых педагогов. Для директоров такое общение было очень важным. Они уверены, что молодые специалисты обязательно придут в школы, в том числе в сельские. Очень нужны специалисты. Особенно большой спрос в сельской местности. Я как директор школы, на данный момент в школе не хватает учителей математики, русского языка, биологии, химии, географии. Поэтому такие встречи, они очень важны, очень нужны, чтобы мы видели, какие у нас студенты обучаются, чтобы мы с ними встречались. Сельская школа – это большой-большой дом, как одна дружная семья. Ну, школы маленькие, 50 человек, 70 человек, бывает 100-120 человек. Здесь просто простор для развития. Если у вас такое мнение, что сельская школа – это как село, то вы ошибаетесь. Есть все условия. И компьютеры, и мастерские, и спортзал. Вот у нас школа маленькая, но мы спокойно ведем самбу. У нас прекрасная мастерская. Виктор Немиря убежден, что именно в сельской школе молодой специалист получит большой простор для профессионального роста. Студенты с интересом слушали выступающих. Им скоро делать свой выбор, где работать. Такие встречи очень важны для наших выпускников, потому что не каждый способен лишний раз спросить у кого-то, попросить помощи. Когда директор сам приезжает и говорит, вот нам нужен ты, и он понимает это, он понимает, что он востребованный студент, и сразу приобретает себе работу. Но кроме того, такие встречи еще полезны для нашей профориентации, соответственно, когда директора вернутся в школу или возьмут наших же студентов, мы сможем получить больше наших будущих студентов, которые продолжат нашу деятельность, возможно вернуться в свои школы. Участники совещания посетили православный храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Руководители школ познакомились с работой с сайта филиала, его особенностями. Одним из важных вопросов стало обсуждение организации практики студентов и их методического сопровождения на базе школ. Итог мероприятия – укрепление и развитие дальнейшего сотрудничества. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».